В эфире главный информационный проект Слуцк ТВ. Время новостей. О событиях нашего региона расскажу вам я, Ирина Вечер. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лучших работников Случины по итогам работы в 2023 году участвовали на районном мероприятии в городском Доме культуры. Традиционно на втором этаже перерабатывающие предприятия района, наши бренды, представили выставку-дегустацию своей продукции. Не только Слуцк ТВ две недели рассказывает про масленицу, но и Слуцкий комбинат хлебопродуктов вот радует еще Случан тоже блинчиками собственного производства. И самые лучшие муки, между прочим. Правильно? Ну что, можно пробовать? Захватывающее лазерное шоу стало изюминкой пролога перед торжеством. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Председатель Слуцкого райисполкома Владимир Гога, обращаясь к участникам праздника, акцентировал внимание на успехах и достижениях трудовых коллективов Случан в минувшем году. Приветствую вас на праздниках через трудовых достижений и подведение итогов работы Народно-хозяйственного комплекса района за 2023 год. Я убежден, что каждый на своем месте сделал все, чтобы район получил уверенные экономические результаты и создал хорошую почву для решения социальных задач в текущем году. Прошедший год был непростым, но насыщенным на события и продуктивным. Слуц был достоин высокого статуса культурной столицы и на целый год стал центром культурного пространства Беларуси. Дорогие друзья, сегодня перед нами стоят сложные задачи, и в их решении значим вклад каждого. Уверен, вместе мы достигнем поставленных целей. Хочу поблагодарить вас за профессионализм, терпение и поддержку, за все, чего мы добились вместе. За достижения, которые стали достойным результатом вашей работы и вашей ответственности за судьбу нашего края. Сегодняшний праздник – еще один замечательный повод сказать вам спасибо за честный труд. Желаю вам мира, дальнейших успехов, счастья и благополучия. В торжественной праздничной обстановке проходило награждение лучших работников трудовых коллективов района. Сергей Владимирович Картель – водитель автомобиля отрытого акционерного общества «Висейский патрук». Александр Константинович Кравченко – штукатур 4-го разряда дочернего строительного унитарного предприятия «Передвижная механизированная колонна номер 225» Минского областного производственного проектно-строительного унитарного предприятия «Минскоблсельстрой». Юрий Анатольевич Лагун – боец скота-участкового боя пункта рогатого скота и свиней мясожирового церка «Открытого акционерного общества» «Слубский мясокомбинат». Вячеславу Владимировичу Голоту – трактористу-пашинисту сельскохозяйственного производства сельскохозяйственного унитарного предприятия «Передвижный патрук». Дипломами Слубского районного исполнительного комитета и денежными премиями отмечены коллективы сельскохозяйственных организаций, ставшие победителями районного соревнования. Они выполнили государственный заказ и обеспечили наивысшее производство сахарной свеклы на площади не менее 200 гектаров и получили наибольшую урожайность сахарной свеклы на один малогектар. Первое место у «Открытого акционерного общества» под «Лесье-2003» директор Дмитрий Королев. Урожайность 447 центнеров с гектара. Произведено сахарной свеклы на барогектар 1863 килограмма. Почетными грамотами Слубского районного исполнительного комитета награждены лучшие труженики района. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, высокие показатели и достигнутые успехи в трудовой деятельности по итогам работы за 2023 год работники предприятий, учреждений, организаций, а также учащийся школ, за достигнутые высокие результаты в интеллектуальной, образовательной, учебной, спортивной и творческой деятельности, отмечены благодарностями председателя Слубского райисполкома, благодарностями районного объединения организаций профсоюзов. Артему Александровичу Ищукевичу, учащемуся 9-го А-класса, государственного учреждения образования, средняя школа номер 9, города Слубска. Илье Сергеевичу Юшкевичу, учащемуся 10-го А-класса, государственного учреждения образования, средняя школа номер 6, города Слубска. Виктория Серафимовне Патчик, начальнику отдела кадров учреждения здравоохранения, Слубская центральная районная больница. Валерию Анатольевичу Ажевскому, заведующему филиалом музея этнографии, государственного учреждения Слубский краеведческий музей. Ирине Михайловне Коваленко, главному редактору государственного учреждения, редакция газеты Слубский край и программы радиообещания «Вести Слудшины». Фееричной концертной программой порадовали участников праздника творческие коллективы Слудшины. Данил Савеня, слудский соловей, впервые после победы на проекте «Фактор Бай» выступил в Слудске. Данил очень символично выбрал песню «Мой родный кут» для первого выступления на своей родине. И подарил премьеру «Своя песня нужна» своим родным Слудчанам. Я хочу, чтоб ты мне просто верила, ведь еще пока прибьется пульс. Даже если рай откроет дверь мне, я вернусь опять на этот путь. Хочешь, я терпенье утрою, хочешь, в небе замки построю, хочешь, стал супергероем, хочешь, я как ангел буду за спиной. Нужна, ты мне одна нужна, как звезда тишина, как парус у ветра. Нужна, ты мне одна нужна, как берегу волна, как птицы небо края. 21 марта на областном празднике работников бытового обслуживания населения наградили лучших. Конечно же, и слудчане поднимались на сцену Слудского городского дома культуры. В Слудском городском доме культуры прошел областной праздник, посвященный Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Поездания гостей встречали артисты городского дома культуры, были предложены сладкие угощения, звучала живая музыка. Заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Наталья Василевская поблагодарила работников сферы бытовых услуг за их труд, пожелала успехов, счастья, добра и здоровья и вручила заслуженные награды лучшим из лучших. От лица министерства, от себя лично разрешите поздравить вас с этим праздником и пожелать всего самого-самого наилучшего. Людей отрасли отличает не только профессионализм, но, как было здесь уже отмечено, и терпение. Терпение к избирательному нашему потребителю. Глава государства неоднократно обращал внимание, да и вообще во главу угла ставит вопрос обеспечения жизнедеятельности населения, повышения эффективности и создания должных условий жизнеобеспечения нашего населения. Чьими руками все это делается? Ну, в первую очередь, наверное, все-таки торговля и услуги. Без вас, без тех, кто обеспечивает сельское население, ну, наверное, сложно представить комфорт, уют для каждого жителя нашей страны. Еще раз вас с праздником, успехов, счастья, добра, здоровья и всего самого-самого наилучшего. Знаком отличия Министерство антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, выдатник бытового обслугования, награждается Светлана Алексеевна Счастная, приемщик заказов комплексного приемного пункта Ратомка, филиала производственная база Минского района, государственного объединения управления бытового обслуживания населения Минской области. Татьяна Алексеевна Сачиевна, начальник цеха открытого акционерного общества «Свудская фабрика пошивой одежды». Альга Николаевна Торбова, вязальщица шлейдного акционерного общества «Свудская фабрика пошивой одежды». Елене Валентиновне Ананенко, отпадщику-прессовщику участка химчистки коммунального унитарного предприятия «Соведорский районный комбинат бытового обслуживания». Гостям праздника обратился и председатель Слудского райисполкома Владимир Гога. Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Трудно переоценить значение вашего повседневного труда. Ведь от вашей добросовестной работы, высокого профессионализма, накопленного опыта, целеустремленности и энергии зависит настроение наших граждан. Ваша деятельность требует высокого профессионализма, трудолюбия, обязательности и внимательного отношения к людям. Выбранное вами дело требует самоотдачи, терпения и, самое главное, умения работать с людьми. Своим трудом вы вносите вклад в обеспечение комфортной жизни населения, способствуете надежному функционированию предприятия. Пусть осознание важности вашей деятельности помогает вам в повышении профессионализма, удовлетворении постоянно растущих потребностей наших жителей, стремлений делать свою работу качественно и оперативно. Пусть благополучие и процветание станет вам наградой за труд и целеустремленность. Мир и спокойствие, радость и достаток утверждаются в каждом доме, в каждой семье. Здоровье, счастье, успехов, удачи во всем начатом и задуманном. Пусть сохранится и приемножится все лучшее, что есть в ваших делах и традициях. С праздником! Во время праздника ряд работников сферы бытовых услуг Минской области были отмечены знаком отличия выдатник бытового обслуживания, почетными грамотами, благодарностью министра антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, почетными грамотами Миноблсполкома, благодарностями председателя Миноблсполкома, почетными грамотами и благодарностями управления бытового обслуживания населения Минской области, Благодарностями председателя Слудского райисполкома, благодарностями Минской областной организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий. Подведены итоги и награждены победители профессионального конкурса «Сфера бытовых услуг» в Минской области. Наталья Ивановна Буланда, оператор прачечного оборудования в участке химчистских и прачечных услуг открытого акционерного общества «Слудская фабрика пошивой одежды». Александр Леонидович Ухуделко, инженеру-механику по ремонту оборудования коммунального монетарного предприятия «Солигорский районный комбинат бытового обслуживания». Благодарность председателя Слудского районного исполнительного комитета объявляется Татьяне Николаевне Вугуловой, инженеру-технологу открытого акционерного общества «Слудская фабрика пошивой одежды». Сергею Петровичу Осипенко, водителю автомобиля открытого акционерного общества «Слудская фабрика пошивой одежды». Праздничную программу для гостей торжества подготовили творческие коллективы «Слудчины». За небо ясное, за мысли чистые, дела прекрасные, сердца лучистые, за красоту людей, тепло земли моей, за дом, в который я всегда вернусь. За Масильковую, миролюбивую, такую гордую, такую милую, за материнскую, за офицерскую, за нашу Родину, за Беларусь. Районный чемпионат по интеллектуальным играм «Что, где, когда» набирает обороты. Как прошел третий тур, запечатлел наш корреспондент. Девятый регулярный закрытый чемпионат «Слудского района» по интеллектуальным играм набирает ход. 20 марта в третьем туре «Слудским знатокам» было нелегко. Вопросы попадались, мягко говоря, нестандартные. В произведении 1924 года описывается, как голубые глаза человека трепыхаются за стеклами очков. Какому автору принадлежит это произведение? Время. Какому автору принадлежит это произведение? Ответ Владимиром Набоковым. Классическая метафра Владимира Набокова, которой любили страны. Все сбавлены. Специалисты Корнельского университета разработали резиновую, деформируемую попу, Внутри которой поместили магнит с твердым сердечником, Который, как поршень, движется вперед-назад. Рассказывая об этом, Ева Белецкая вспоминает его мечту. Назовите его двумя словами. Время. Время вышло, даем ответы. Ответ. Железный дровосек. Но не было неразрешимых задач для слудских интеллектуалов. На вопросы ответили, заветные баллы получили. В итоге торжество трех «Не». Непутевые, нестандартное мышление и теория невероятности. В игре «Разминки» своя игра. Найбольшее количество баллов набрала команда «Непутевые». Давайте поаплодируем. В игре «Что, где, когда» наибольшее количество баллов набрала команда «Нестандартное мышление». Наши аплодисменты. А победителем третьего тура по итогам двух игр становится команда «Теория невероятности». Игра сегодня была насыщенная. Во-первых, хотелось бы присоединиться к словам поздравления, а также выразить слова восхищения сегодняшним именинницам. Это насколько нужно любить эту игру и любить свою команду, чтобы прийти в свой день рождения и поддержать свою команду. Поэтому вы просто большие молодцы. Хотелось бы поздравить победителя. Вы целеустремленные, вы эрудированные, просто молодцы. И всем остальным пожелать удачи в следующий раз. Немножко поднатореть, и все у вас получится. Ваша победа к вам придет. Всем спасибо за игру. Новички Слудского клуба знатоков, и не только они, в восторге от атмосферы. «Первый раз на этой игре мне очень понравилось. Было необычно. Был такой настрой позитивный. Команда понравилась. Из вопросов, наверное, самый такой необычный был вопрос. Да, именно про вот это сердце, железного дровосека. Очень понравилось, как ребята подбирают ответы, как обсуждается это все, как вот из ничего рождается ответ. И он оказывается правильным. Вот эта эйфория, это, наверное, очень многого стоит. Поэтому я очень благодарна, что меня сегодня пригласили на эту игру. Большое спасибо. Для меня это огромный заряд бодрости. Интересно совпало, что как раз вот у меня день рождения, и команда подарила победу. Это здорово, спасибо большое. Мы еще раз поздравляем с днем рождения. И желаем нам побольше таких побед. Пускай они будут каждый месяц у нашей команды. Освещение автодорог Случины с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий провел 24 марта Иерей Сергий Рында по инициативе госавтоинспекции. Но все-таки первостепенно соблюдение правил дорожного движения и правил безопасности на дороге. Всегда будьте предельно внимательны и берегите себя и тех, кто рядом. С Божьей помощью! Воскресным днем 24 марта Иерей храма Александра Невского Сергий Рында по инициативе госавтоинспекции Слудского РОВД провели освещение дорог Случины с высокой концентрацией дорожно-транспортных происшествий. Ангел-хранитель теперь оберегает дорогу вблизи деревни Ячево, развязку на 102-м километре автодороги Р-23, трассу Р-43 около Весеи, да и по всей ее протяженности. По личной просьбе наши ведущие Анастасии Жигальской осветили также перекресток у магазина номер 58 в Слуцке. Все поставили на краплении воды со священной Молославием Ячево и помоги всем путешествиям. Такое решение стражи дорог приняли неспроста, ведь только за два с половиной месяца на случай не погибло шесть человек. Двое в данный момент находятся в тяжелом состоянии. Редактор с происходящими и произошедшими ДТП на территории Слуцкого района, смотря на принимаемые меры сотрудниками госавтоинспекции и организации для возбуждения дорожного комплекта, нам было принято организовать такое нестандартное мероприятие сегодня, в этот праздничный день воскресный, пригласить отца настоятеля церкви, отца Сергия, для того, чтобы, скажем так, произвести духовное такую литургию и таинство для освящения дорог города Слуцка и Слуцкого района, основных дорог и магистралей. Ну, надеемся, что нам удастся все-таки предотвратить такие несчастья на дорогах, как вот произошли последние дорожно-транспортные происшествия с погибшими, с пострадавшими людьми. И, ну, как говорится, дай Бог, чтобы это помогло. Ну, и всем людям пожелать, скажем, благоприятных, скажем, выходных и безопасности на дорогах. Берегите себя, берегите своих детей. И помните, что вас всех, участников дорожного движения, ждут дома живыми, здоровыми, невредимыми. Такое мероприятие проводится в Слуцке впервые. Очень верим, что с Божьей помощью при неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами, происшествий на дорогах станет меньше. А как мы все знаем, по вере нашей да будет нам. Верьте и берегите себя и своих близких. Благословляется и освящается место себе. Слуцкое межрайонное отделение Энергосбыт Руб Минск Энерго напоминает – оплачивайте потребленную электроэнергию вовремя и не подключайтесь к электросети самовольно. Важная составляющая системы нашего жизнеобеспечения и комфортной жизнедеятельности – электроснабжение потребителей. Как и за все предоставляемые услуги, за пользование электрической энергией нужно платить. Увы, находятся недобросовестные потребители. Специалисты Слуцкого межрайонного отделения филиала Энергосбыт Руб Минск Энерго занимаются не только вопросами электрической энергии, но и постоянно проводят работы по выявлению и пресечению фактов самовольного, бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии. Современные технические средства позволяют установить факты потребления электроэнергии мимо прибора учета либо вмешательства в его работу. За два месяца текущего года сотрудниками Слуцкого межрайонного отделения филиала Энергосбыт Руб Минск Энерго проведено 25 рейдов. По результатам составлено и рассчитано 85 актов по фактам выявленных нарушений. Расчетное количество электроэнергии, определенное на основании актов и подлежащей оплате, составило 69 тысяч киловатт-часов. Самовольное подключение приемников электрической энергии, вмешательств в работу средств расчетного учета электроэнергии, нарушения схем их подключения являются административными правонарушениями, за которые предусмотрен штраф. И, конечно, сопоставление суммы, которую придется оплатить недобросовестному потребителю и полученной им мнимой выгоды от безучетного потребления электроэнергии, говорит о бессмысленности такой экономии. Важно помнить, что потребление электроэнергии мимо счетчика негативно влияет на качество электроснабжения других потребителей. Нередко становится причиной пожаров, таит угрозу поражения электрическим током. Если вам стало известно о фактах самовольного бездоговорного безучетного потребления электроэнергии, сообщить об этом можно конфиденциально. А сейчас о спорте. 23 марта в Слуцкой специализированной детско-юношеской школе Олимпийского резерва прошел фестиваль по плаванию «Старт поколений». Плавали и дети, и родители, и даже бабушки, и дедушки. В соревнованиях приняли участие более 30 учащихся. В эстафетном плавании 19 семейных команд на дистанции 3 по 25. Победители представят Случину на областном фестивале 30 марта. 31 марта спортивный футбольный клуб «Слуцк» во втором туре чемпионата Белоруссии по футболу сыграет с футбольным клубом «Торпеда БелАЗ». Матч пройдет в Жодино-начало в 15.00. Стадион «Торпеда». Видеотрансляцию можно посмотреть на сайте АБФФ и Ясное ТВ. Команда Слуцкого района заняла третье место в первенстве Минской области по волейболу среди ветеранов. Мужчины 45 лет и старше. Поздравляем! Первенство Минской области по гандболу «Стремительный мяч» среди девушек 2010-2011 годов рождения прошло в Слуцке 22 и 23 марта. Команда нашего района заняла первое место, обойдя спортшколу Минского областного гандбольного клуба и команду Копольского района. Малооблачно и без осадков будет 28 марта. Ветер юго-восточный 4-5, порывы до 10 метров в секунду. Ночью температура воздуха плюс 5, плюс 3 градуса, днем будет плюс 10, плюс 14. 29 марта тоже малооблачно и небольшой дождь ночью. Плюс 11, плюс 10 в ночные часы, плюс 12, плюс 14 днем. Ветер юго-западный, западный 3-7 метров в секунду. На сегодня это все новости. Смотрите наши выпуски и сюжеты на YouTube-канале Слуцк ТВ. Еще больше интересной информации можно найти в наших соцсетях в Instagram, Telegram, Вконтакте и Одноклассниках. Подписывайтесь и активничайте. Рассказывайте об интересных событиях и новостях. Подсказывайте идеи для новых проектов. Мы рады сотрудничеству и обратной связи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова